Приветствую вас, вам уже довольно много дали 5 советов и рекомендаций по поводу того, какие статьи почитать, как вообще с ними взаимодействовать и собственно как узнать свои истинные глубинные мотивы. Пожалуйста, раз уж мы говорим с вами о мотивах ваших, то я надеюсь вы понимаете, хотел бы задать вам вопрос, для чего вам знать свои мотивы истинные. Зачем? Вы говорите, а иногда я совершаю странные поступки. Что, в общем-то, как будто вы, говорит о том, что вы, ну вот, вас надолгнуло, надолгнуло на то вот, чтобы понять, на то, чтобы познавать себя. Я вас надолгнула, собственно, ситуация, когда вы, значит, совершаете странные по вашему мнению поступки. Давайте попробуем с вами подумать, вот что означает, да, что означает то, что вы совершаете определенные странные поступки. Это значит, что ваши желания, ваши представления о том, как вы должны поступать и что вы должны делать. Вот. В итоге вступает конфликт. С тем, чего вы действительно хотите. То есть, вот, имеет место быть определенный конфликт. В этом. И, соответственно, здесь у нас желание, да, то есть, то есть, по прежности влечения, которые представлены в сознании, вступают в определенное противоречия, в, я даже не в себе, те, кто называется влечениями. А влечение – это желание, как раз таки не представленное сознание. Желание – это те влечения, которые не представлены сознанием. То есть, человек не всегда осознает свои собственные влечения. Я думаю, что здесь вам необходимо быть в уединении с собой и чаще бывать наедине с собой для того, чтобы лучше, может быть, чтобы немножечко более правильно, более четко понимать, что с вами происходит наедине с собой, прислушиваться к себе и так далее. Вот это вот, пожалуй, очень важно, чтобы вы к себе прислушивались. Но, понимаете, истинные мотивы – это лишь только часть, то есть, влечение, которое вы не всегда, может быть, осознаете влечение, значит, своей потребности, которые не всегда отображены в вашем сознании – это далеко не единственное, что определяет вас. Далеко не единственное, что определяет ваше желание, ваше стремление. Далеко не единственное. Далеко не единственное. А что еще? Спросите вы. И ответ на этот вопрос, по моему мнению, кроется в ваших ценностях. Вот какие у вас ценности, какие у вас представления, какие у вас установки, вот в зависимости от установок, можно вести речь как раз таки о том, в зависимости от установок. Можно вести речь о том, с чего вы хотите. Можно вести речь о том, что вам важно, что вам ценно, что вам нравится, что вам интересно и так далее, и так далее. И здесь у нас получается с вами как бы конвергенция, конвергенция двух факторов. Первый фактор это, собственно говоря, потребности, которые определяются вашими влечениями и желаниями. Это первое. А второе это, собственно, установки. И вот если мы с вами говорим про установки, то их нужно определять. В определении установок, в определении установок, требуется выстраивать следующую пирамиду. Вперва определяются ваши ценности, вперва определяются ваши взгляды, вперва определяются ваши вообще приоритеты, социальные ориентиры, если угодно. И вот исходя из них, вы будете уже лучше понимать, что является вашими непосредственными ценностями, что является вашими непосредственными мотивами. Но установки нужно определять, и это не только ценности, кстати говоря. Установки это ваше отношение к своим переживаниям по поводу определенных культурных и общественных ценностей. Вот что такое установка. Установка. И вот в зависимости от этих переживаний, от того, насколько они, эти самые переживания, например, являются истинными, насколько они являются вашими, насколько они являются действительными. И вот в зависимости от этого можно говорить о том, что вы увидите свои, значит, истинные мотивы. Но еще раз повторю, что истинные мотивы, они не всегда, знаете ли, идут на пользу. Истинные мотивы. Истинные мотивы очень часто могут оказывать существенный вред. Ну, то есть человек вот жил какими-то мотивами, жил какими-то желаниями, да, а потом вдруг выяснил, что у него все совсем не так, выяснилось вдруг, что у него все там совсем, например, по-другому, да, и так далее. То есть ситуация заключается в том, что человек, человек начинает ощущать, человек начинает ощущать определенную проблему, определенное противоречие по этому поводу. И вот важно вам как раз этого противоречия, ну, по возможности избежать. Поэтому, если вы, ага, как вы говорите, совершаете странные поступки, И если вы, как я, надеюсь, правильно вас понял, не до конца осознаете свои мотивы, То каждый поступок, который вы считаете странным, необходимо разбирать. Необходимо его именно разбирать, чтобы вы увидели, чем же все-таки он продиктован. Можно разбирать каждый поступок только так, вы можете учиться лучше понимать свои мотивы. То есть, иными словами, я бы рекомендовал вам здесь, наверное, логотерапию, То есть, выдавать себе вопрос, зачем, для чего я это делаю, Почему я это делаю, и так далее. То есть, нужно именно определить, с какой, например, целью я поступаю в тем или иным, например, образом. Да? Вот. 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 И уже тогда, уже тогда, исходя из вот этих, если вы будете себе вот вопросы, задавать, да, то я думаю, я думаю, вам будет куда легче и проще понимать то, что, ну, вообще-то говоря, вы хотите, да? То, что, вообще-то говоря, вам нужно. То, для чего вы, собственно, все это делаете. Вот. Вот. И при таком раскладе, при таком подходе, ну, думается мне, что вам со временем, конечно, если вы будете себя приучать, конечно, если вы будете себя, вот, удруждать, так сказать, по другими вопросами, то есть, больше жить именно осознанностью, скажем так, да, если вы будете жить больше, именно осознанностью, осознанностью, если вы будете жить, то я полагаю, что вы получите ответ на твой вопрос. Ого. Но здесь, конечно, нужно оговориться, что этому нужно учиться. То есть, вот, так просто, к сожалению, подобных вещей у вас сделать, ну, не получится никак. Потому что это именно процесс. К сожалению, и процесс этот не является, к сожалению, опять же, знаете, таким быстрым. Вот. Рекомендую вам почитать Сангла. Рекомендую вам обнакомиться с его, значит, представлением о том, для чего и как, для чего и как и что делает человек. И рекомендую вам, Джесси, бывать, опять же, в уединении с тобой, для того, чтобы лучше, вот, понимать как раз себя и то, ради чего вы это делаете. И тогда, думается мне, проблем у вас не будет. Хочется только вас немножечко, вот, подупредить, чтобы вы не взрывались. То есть, чтобы вы не делали из этого, прям, вот, знаете, смысл своей жизни. То есть, вот, чтобы не ставили целью, прям, вот, досконально себя познать. Это, я не думаю, что нужно действительно вам. Думается мне, что, если вы действительно совершаете какие-то поступки странные, как вот вы их говорите, и если вы не знаете, чем они продиктованы, например, тогда да, безусловно, стоит узнать и понять, почему вы так поступаете. Но, если вы будете это делать просто для того, чтобы делать, ну, ситуация может обернуться вам во время. Хорошо вас, пожалуйста, об этом вспомните и не забывайте. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!